Всем привет! С вами Ксерша. И сегодня будет немножко непривычное видео. Я буду вам показывать мои самые любимые прически. Так как то здесь на ютубе, то вконтакте, то в инстаграме мне начинают задавать вопросы про мои прически. Причем я никогда до этого не задумывалась, что они какие-то сложные или их тяжело воссоздать, так как я их делаю на повседневной основе и они у меня занимают немного времени. Сразу хочу сказать, что все мои прически я делаю на волосы двух-трех дней. Они у меня не быстро пачкаются, соответственно я могу на второй, третий, даже четвертый день ходить с ним этой головой, это будет прилично. И как раз в такие моменты я люблю убирать свои волосы в косички, пучки и всевозможные изобретения на голове. Я никогда не использую ни плойок, ни утюжков, никаких муссов, спреев, лаков, ничего на волосы дополнительного я не наношу и никак с ними особо не исхищряюсь, так как мне некомфортно с лаком, с муссом на волосах. Я чувствую, что это как будто бы грязь, а не какие-то там дополнительные средства, чтобы прическа лучше держалась. Так что все, что я буду создавать, для этого нам понадобится расческа, резинки и невидимки. Давайте начнем. Первым делом расчесываем волосы. Теперь я буду делать пробор. Для пробора я обычно использую просто кисточку. Итак, волосы разделены на две половины. Убираю одну половину волос с резиночкой, чтобы она не мешала. Теперь что мы делаем с половиной, которая у нас распущена. Я беру где-то посередине головы прядку и начинаю плести обычную косичку. Сейчас я добавлю еще немножко волос. Вы видите, у меня здесь достаточно короткая прядь получилась, так как у меня много слоев, а я хочу, чтобы коса была длинной. Я возьму просто точно такую же прядку по размеру и вплету ее в нашу косу. Доплела до самого конца и одеваю резинку. Теперь что я делаю с этой косичкой? Беру волосы сзади небольшими прядками. Ну, сколько она? Сантиметр, наверное, шириной. Выбираю прядку у косички. Засовываю в нее палец. А лучше два. И внутрь этой косички засовываю нашу прядку. Теперь повторяем то же самое с волосами спереди. Берем прядку. Под этой частью выбираем противоположную прядку и протягиваем. Прядка. Прядка из косички. Протягиваем. Я доблела не до самого конца и просто сняла резинку с той первой косички и одела ее на нашу основную косу. Вот что у нас получается. Теперь единственное, что нам осталось сделать, это немножко вытянуть прядки. Если у вас так же, как у меня, волосы лежат слоями и у вас каскад, то очень аккуратно вытягивайте. Если, не дай бог, у вас все-таки выпала какая-нибудь прядка, просто возьмите невидимку и подкалите ее внутри. Эта прическа невероятно красиво смотрится на длинных волосах, когда вот эта коса идет как минимум чуть ниже ключиц. Но как она выглядит на волосах средней длины мне тоже нравится. И она такая, с одной стороны, вроде выглядит очень, но уж очень тяжелая, а по сути дела мы просто в косичку вставляем прядки. Давайте теперь я повторю с другой стороны то же самое и вы увидите конечный результат. И вот так вот выглядит эта прическа. Она определенно не из тех, которые можно назвать аккуратными, уложенными или еще что-нибудь в этом духе, но я люблю вот всяческие такие, знаете, большие, все лохматые, неопрятные прически. Мне очень нравится, как это выглядит. И если вам тоже нравится такой стиль, я советую вам попробовать сделать вот такую вот прическу. Оставляем волосы также разделенными. Опять же я убираю половину волос. Ну, можно вот так сквозь. Прикольно. И сейчас я снова буду делать косой. Это называется датская косаль. Суть в том, что мы будем плести французскую косичку, но если французскую косичку мы плетем внутрь, то тут мы наоборот прядки будем наверх поднимать. Я беру у пробора небольшую прядку, разделяю ее на три части, как всегда. И теперь с этими тремя частями что мы делаем? Мы переднюю, которую у лица, убираем под среднюю. И теперь заднюю также убираем под среднюю. И та, которая стала передней, опять же убираем середину. Теперь я беру еще одну прядку и добавляю ее к нашей задней. Убираем середину. То же самое с этой. Добавляем прядку и убираем середину. Чтобы было проще плести, я обычно, если вы не заметили, я как делаю. Я сначала беру вот эту нашу прядку боковую, я ее убираю уже в середину. Вот она. И после этого добавляю еще одну прядку. Ее можно оставить вот так вот, такой гладкой и аккуратной. Но так как я не люблю все гладкое и аккуратное, мы будем ее так же, как и предыдущую, немножко распускать. Обычно я начинаю снизу. И вот как это выглядит. С другой стороны я не буду плести точно такую же косичку, а покажу вам еще один вариант с этой же косой. Начинаем мы так же, как и предыдущий раз. Дойдя до начала уха, я перестаю добавлять прядки и просто плету обычную косу. Теперь я также распускаю немножко. И таким образом у нас получаются две прикольные косы. И с одной стороны у нас полностью убранные волосы, которые нам не мешают. И при этом косичка получается достаточно объемной, такой фактурной. Либо мы делаем такую же маленькую косичку, останавливаемся над ухом и заплетаем обычную косу. Волосы от лица убраны, но и при этом они также распущены. Достало время моей самой любимой части пучков. Волосы у меня подрасчесаны, при этом они достаточно пушистые. Что я буду делать в первую очередь? Я возьму вот эту длинную часть, которая у меня есть, и просто пальцами немножко наведу беспорядок, чтобы добавить больше объема волосам. Я думаю, видно, что они значительно объемнее стали. И теперь самое главное, передняя прядка. Эту переднюю прядку я закручиваю и невидимкой закалываю. Теперь без помощи расчесок и всего остального я просто руками собираю волосы. Сначала впереди и потом добавляю к ряде по бокам. И переходим к задней части. Волосы у меня собраны. Они просто собраны в руке. И теперь, держа у основания наш хвостик, я начинаю аккуратненько закручивать его в пучок. При этом, видите, у меня внутри пальцы остались, хвостик я засовываю внутрь. Берем невидимки и невидимками закрепляем. Вот она моя такая небрежная, любимая прическа. Можно вытянуть, если у вас есть короткие прядки, их вперед. Иногда я прицепляю к ней бантики, цветочки какие-нибудь и получается вообще сама милота. И остается последняя прическа. Я уже показывала, как ее делать, как ее делать вместе с пончиком специальным для пучков. Сейчас я покажу, как ее делать без пончика, просто с резинкой и невидимками. просто развожу вот так вот руки и убираю верхнюю часть волос от лица. Еще немножко задней, наверное, добавлю. Берем резинку и убираем от волоса высокий хвостик. Чуть-чуть вперед его, наверное, надо поправить. Вот как волосы падают, ложатся, вот так вот я их и убираю. И опять прячем внутрь конец хвостика. Сначала я уберу конец хвостика, заколю его невидимкой. Есть. И после этого мы опять же поправляем все и ставим все на свои места. Ну что ж, на этом все. Я показала вам мои самые любимые прически для того, чтобы убрать волосы от лица, которые занимают не так много времени, не требуют никаких дополнительных средств, кроме резинки и невидимок, которые, мне кажется, валяются в сумочке у каждой девушки. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, где-то вот здесь вот находится кнопочка подписаться. Не забывайте на нее нажимать. У нас скоро будет тысяча, а с тысячи у нас будет розыгрыш, giveaway, как это принято называть. Всем большое спасибо за внимание и до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok